Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам! Мы с вами продолжаем изучать жизнь первой общины у веровавших в Ешоа. Для этого мы читаем книгу «Деяния апостолов». Восьмая глава, первый стих. А Шауль одобрял это убийство. С того дня на мессианскую общину в Иерушалайме обрушились гонения. Все, кроме посланников, рассеялись по всем областям Иуды. Ишумрона. Здесь у нас снова фигурирует Шауль, будущий апостол Павел. Разумеется, это еще до того, как он встретился с Господом на дороге в Дамаск. Но справедливости ради надо было сказать, что вот эту первую часть стиха Шауль одобрял убийство. Наверное, нужно было отнести к предыдущей главе, которая рассказывает нам об убийстве Стефана. Каким образом это отвалилось, не очень понятно. Вместе с тем, хотелось бы заметить, что, наверное, в этот момент в Шауле уже началась некая духовная борьба. И смерть Стефана была тем толчком, которое в какой-то степени на него могло повлиять. Впрочем, мы этого пока не видим. Текст нам говорит о том, что начались полномасштабные гонения на верующих. И многие рассеялись, кроме, пожалуй, апостолов, которые продолжали оставаться в Иерусалиме. Текст нам говорит, что рассеялись и в Иудее, и в Самарии. И, собственно говоря, мы с вами говорили, изучая первую главу, что изначально план Божий был в том, чтобы благая весть пошла звучать по всему миру. И великое поручение Машеха заключалось в том, что ученики должны продолжить это служение, а не сидеть в Иерусалиме. И здесь, по сути, мы видим, как вот это действие продолжается. В один ряд автор книги поставил Иудею и Шемрон, несмотря на то, что мы знаем со стороны Священного Писания, в том числе, что между людьми, живущими в Самарии и в Иудее, были очень глубокие противоречия. И Ешо об этом говорил, и другие источники. Второй стих нам говорит так, какие-то благочестивые люди похоронили Стефана и глубоко печалились о нем. Какие благочестивые люди, мы, к сожалению, сказать точно не можем. Наверняка среди них были и те, которые были последователями Ешоа. Но, впрочем, не обязательно. Почему? Потому что заповедь о погребении умершего в иудаизме всегда была весьма сильной. И, несмотря на различия во мнениях по каким-то вопросам, люди всегда стремились это исполнить. Мы с вами прочитали глубоко, печалились о нем. В другом переводе я прочитал о том, что был плач великий. Это тоже обыкновенное явление для еврейских похорон. Люди приходят, могут даже прийти незнакомые. Плакальщицы на похоронах поднимали вопль. Это было как бы нормальным явлением для того времени. Третье. Шауль же замыслил уничтожить мессианскую общину, обходя дом за домом. Он силой выводил мужчин и женщин и отдавал их, чтобы их бросали в темницу. Снова действует Шауль. Он очень агрессивно ведет себя по отношению к верующим в Ешоа. В моем переводе написано «замыслил уничтожить мессианскую общину». В синодальном написано «Терзал». Еще я находил перевод, в котором написано «Громил». И все эти переводы на самом деле правильные, но на мой взгляд, вот этот перевод, который я использовал, он немножко более точно передает одну интересную мысль. Дело в том, что форма глагола, которая здесь используется, подразумевает, что это было не какое-то одноразовое действие, одноразовый акт, а это было деяние, которое продолжалось и продолжалось и продолжалось. Именно поэтому автор, я думаю, так перевода и перевел, замыслил уничтожить. То есть понятно, что целью Шауля на тот момент было уничтожение последователей Ешоа. Причем многие исследователи обращают внимание, что вот это слово, которое здесь стоит в греческом языке, оно применяется часто в тех случаях, применялось часто в тех случаях, когда речь шла о действиях с особой жестокостью. Например, когда животное терзало свою добычу, то вот использовали вот это слово. Четвертый стих. Однако рассеявшись, провозглашали добрую весть слова повсюду, куда бы они ни шли. Таким образом мы видим, что гонения, которые начались на первых верующих, они по сути послужили толчком для их же собственно дальнейшего развития в плане выполнения великого поручения, в плане выполнения повеления Божьего. И здесь ли не вспомнить слова, которые сказал Йосеф, когда, будучи уже на троне возле фараона, можно сказать, да, будучи вторым человеком после фараона, к нему пришли его братья. И он говорит им такие слова. Это книга Бытие, Берещит, 50 глава, 20 стих. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Так подобно и здесь действия, направленные против последователей Ешоа, принесли им добро. И это очень важный урок для нас. На мой взгляд, мы не всегда понимаем, что любое действие в нашей жизни, даже такое, которое мы интерпретируем как негативное, да, плохое, против нас направленное. Если мы верны Богу, если мы стремимся соблюсти Его заповеди, если мы стремимся выполнить Его волю, в конечном счете это будет обращено на благо и для нас, и для окружающих нас людей. Конечно, я понимаю, что находясь в этом положении, это тяжело. Я только могу себе представить, что переживал Иосиф отдаленно, можно сказать, могу себе представить, что переживал Иосиф, будучи в темнице, когда его продали в рабство и так дальше. Но вместе с тем, будучи человеком верующим, он понимал, к чему это все привело. Именно поэтому он так реагирует на появление братьев. И мы должны, подобно Иосифу, реагировать на действия Бога в нашей жизни, даже если они интерпретируются нами как негативные гонения, то проблемы или еще что-то в этом роде. Пятый стих мы читаем. «Так Филипп пришел в город Шамрон и проповедовала им Машеха, и народ внимательно слушал то, что говорил Филипп, слыша и видя чудесные знамения, которые он совершал, и так, что из многих людей с воплем выходили нечистые духи, а калеки исцелялись, поэтому в том городе царила великая радость». То есть, Толмедим продолжают нести благую весть. Я хочу обратить ваше внимание, что в данном тексте речь идет о Филиппе, и он не был одним из апостолов. Почему это важно? Потому что мы видим здесь исполнение слов Машеха, когда он говорил своим ученикам, что не только они, но и ученики их учеников, и ученики их учеников, и так дальше, и так дальше. И вот сейчас, уже 2000 лет спустя, мы с вами видим, что продолжается действовать. Когда человек стремится исполнять волю Божию и нести благую весть, что Господь делает многие чудеса и знамения, это всегда ценно в его глазах. Девятый стих. «Был же в том городе человек по имени Шимон, который уже какое-то время занимался колдовством и изумлял жителей Шамрона, выдавая себя за кого-то великого. Все от мала до великого прислушивались к нему и говорили, этот человек – сила Божия, называемая великой силой». Но главный вопрос, который чаще всего возникает в этом тексте – чья сила проявлялась в этом самом Шимоне? Была ли это сила сатанинская? Была ли это сила Божия? Как на него здесь реагирует этот человек – сила Божия? Я не думаю, что здесь это имело место какое-то проявление Бога. Текст прямо называет его, он занимался колдовством. Мы понимаем, что для Шимона его – это жизнь, да, его эти действия были образом жизни, можно сказать, даже профессией. Возможно, имело место какое-то мошенничество или обман. Я могу сказать, что, ну, по моим личным ощущениям, что на сегодняшний день, а у нас сегодня тоже, как и в древности, довольно много всяких магов, колдунов, которые предлагают свои услуги в самых разных областях. Чаще всего это люди, которые внимательные и опытные, при этом не связаны никоим образом ни с какой духовной силой, а просто находясь в самообмане или в сознательном обмане других, таким образом зарабатывают себе на жизнь. Скорее всего, нечто подобное было и с Шимоном, хотя я бы и не исключал и некую духовную связь, которая могла быть у него в жизни. На самом деле, если вы понимаете логику того, о чем мы говорим, то с точки зрения Бога это не важно. Никто не может противостоять Ему. Он таким образом зарабатывал себе на жизнь, но мы с вами читаем, «Однако, когда они поверили Филиппу, провозглашающему добрую весть о Божьем Царстве, от имени Мессии Ишо, то женщины и мужчины приняли водное погружение. Более того, поверил сам Шимон и принял погружение, не отходил от Филиппа ни на шаг. Он был поражен, видя совершающиеся чудеса и знамения, и великие проявления силы». Другими словами, мы с вами можем сказать, что реакция Шимона была независима от того, в какой положении он в тот момент находился пред Богом. Это один из грешников, коих много. Все, Шауль пишет, все согрешили и лишены славы Божией. Видя, что происходит, слыша слова Филиппа, Шимон принимает благую весть, он совершает погружение. Было ли это искренним? Возможно. Что произошло с ним дальше, но чуть позже мы об этом еще скажем. 14 стих. «Когда посланники Вырушалаймы узнали о Шамроне, принявшем Божие Слово, они послали им Кефу и Йоханана, которые пришли и помолились за них, чтобы они получили руха-кодыш, так, как до этого времени он не сходил ни на одного из них. Они лишь приняли погружение во имя Господа Ишоа. Затем, когда Кефа и Йоханан возложили на них руки, они получили руха-кодыш. Если проводить параллель между тем, что было на празднике Швот в Иерусалиме, и тем, о чем мы читаем здесь, то есть небольшая разница. Там мы читали, люди уверовали и покаялись, и здесь мы читаем, люди уверовали. Там они были крещены, и здесь мы читаем, были крещены. Там мы читаем, что люди приняли Святого Духа. Здесь же они приняли Дух Святого только после того, как апостолы о них помолились. Почему такая разница? Прежде всего, я думаю, что причина в том, что это действие было знамением для самих учеников Ишуа, и для апостолов. Приходим к идее на страницах Нового Завета, несмотря на то, что об этом многократно говорили различные пророки, что благая весть направлена не только к еврейскому народу, но и к другим народам, и в частности к жителям Шемрона. Апостолы должны были это понять и принять. Господь им в этом помогает путем вот такого действия. Значит ли это, что в дальнейшем для принятия Духа Святого нужно обязательно возложение рук? Никак, потому что в дальнейшем мы многократно видим на страницах Священного Писания, как Дух Святой приходит к тому или иному человеку и начинает действовать его в жизни без всякой связи с возложением рук. Но в тот момент для апостолов это было очень нужно и важно. 18 стих мы читаем. Шимон увидел, как они получили Дух, когда посланники возлагали на них руки, и предложил им деньги. «Дайте мне эту власть», — сказал он, «чтобы любой, на кого я возложу руки, получил роха-кодыш». Но Кеф ответил ему, «Пусть твое серебро погибнет вместе с тобой за то, что ты решил, что бесплатный дар Бога можно купить за деньги. Ты не можешь участвовать в этом деле, так как сердце твое бесчестно в глазах Божьих. Раскайся же в своем грехе и молись Господу. Может быть, ты все же будешь прощен за то, что имел в своем сердце такую мысль. Я вижу, что ты чрезвычайно озлоблен и полностью подвластен грехом». Шимон ответил, «Помолитесь обо мне Господу, чтобы ничто из того, о чем вы говорите, не случилось со мной». Здесь я хочу обратить ваше внимание на два момента. Конечно, безусловно, и это понятно из этого текста, что в сердце Шимона была некая корость, которая двигала им вот в этом духовном поиске. Кефа прямо ему говорит о том, что сердце его озлоблено и что грех в его жизни. Но смотрите, на какую деталь я обратил внимание. «Дайте и мне эту власть», — сказал он, «чтобы любой, на кого я возложу руки, получал Роха Кодыш». Смотрите, как интересно. Получается, что он не хотел подчиняться Богу. Для чего Роха Кодыш пришел на землю? Для того, чтобы мы научились, для того, чтобы мы смогли поступать так, как угодно Богу. Он хотел подчинять себе Роха Кодыш, Святого Духа, для того, чтобы действовать на других людей и, видимо, рассчитывал таким образом заработать. Вот это первая мысль, и что я вижу по отношению к его греху. Вторая мысль следует дальше. Он, осознав, что был неправ, просит их «помолитесь обо мне». Другими словами, он поступает так же, как мы видим на страницах Торы. Кстати, имя его «Шимон», то есть это еврейское имя, наверняка он Тор узнал. Писание нам говорит, что, например, когда Авраам помолился за фараона, то Бог простил им. Он точно так же с почтением и уважением относится к апостолам, подобно как фараон отнесся к Аврааму, понимая, что Авраам является представителем Бога. На мой взгляд, это нам показывает, что некое движение Духа всё-таки в нём происходило, работа Божия с нём происходила, с одной стороны. С другой стороны, как учат наши рабоним, врата покаяния открыты всегда. Мы ещё эту мысль будем видеть на страницах Священного Писания, и в частности в книге «Деяния апостолов», что Бог готов принять покаявшегося грешника всегда, готов всегда принять его, вернувшегося или впервые пришедшего. Неважно. Бог любит людей и делает всё для того, чтобы грешники имели шанс спастись. И вот с этой мыслью я оставляю вас на сегодня. Да благословит вас всех Господь. Бо щами ещё в машеях. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok